Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий, и приветствую ваших уважаемых зрителей и подписчиков. Вы знаете, я давно хотел сделать с вами интервью, потому что темы, которые мы затронем, представляются мне очень важными, актуальными, как никогда актуальными, для того, чтобы понять суть русского мира и суть русской жизни. Вы сидели же в российской тюрьме, правильно? Да, дважды проходил через застенки. Сколько лет вы там провели? Первый раз это было в 2000 году, когда сотрудники уголовного розыска и РУБОПа посчитали, что моя внешность подходит под фоторобот какого-то киллера. Меня задержали. Три месяца пресс-хат, избиение в кабинетах оперативников, пресс-хат в следственном изоляторе Самары. И через три месяца меня вызывают в кабинет к начальнику СИЗО, встречает там прокурор и адвокат. С меня снимают все обвинения, передо мной извиняются. Мне говорят, что я сейчас выйду на свободу, и там меня ждут мои родители. А я тогда был студентом юрфака в университете. И на этом всё закончилось. Передо мной принесли формальные извинения, они нашли настоящих киллеров. И я потерял тогда три месяца своей жизни, два зуба и веру в то, что мне захочется стать частью вот этой юридической системы, следственно-судебной системы в России. А скажите, пожалуйста, над вами издевались, три месяца вас ни за что, ни про что держали в застенках и просто извинились, и всё? И всё. На тот момент это был 2000 год. Тогда не было никаких серьёзных правозащитных организаций, тогда не было какого-то понимания того, что если человека содержали незаконно, значит, должны предъявлять какие-то обвинения тем, кто его там арестовывал, содержал и фальсифицировал основания. Не было никаких уголовных дел по факту пыток и превышения полномочий и выбивания показаний. Просто мне сказали, что радуйся, что система тебя отпустила, вернула в нормальную жизнь, потому что в противном случае, если бы не компетентность каких-то прокуроров и моего адвоката, то вполне себе возможно, я бы ещё 15-20 лет находился бы в застенках колонии строгого режима за те убийства, которые я, конечно же, никогда не совершал. А в тюрьмах в России много людей, которые томятся ни за что, ни про что? Я думаю, что где-то около 20-30%. А если говорить про неправильную квалификацию, когда оперативникам, следователям и прокурорам нужно было ради палок ужесточить, утяжелить ответственность и придать, криминализировать какие-то деяния, чтобы просто гораздо больше звёздочек получить за раскрытие, больше премии и так далее, если говорить именно про неправильную квалификацию, то я думаю, что более 50% осуждённых в России, в российских тюрьмах, там находятся с неправильной квалификацией их деяния. И около 20-30% — это более 100 тысяч человек, которые там находятся без вины, просто потому что они попали в жернова вот этой системы, потому что они когда-то смолодушничали и под пытками подписали какие-то показания, оговорив себя, не понимая до конца, что попадут в гораздо более страшную систему, чем просто кабинет оперативника, где тебе там несколько раз ударят по лицу и, возможно, там выкрутят руки. Вот, а я отвечаю на ваш вопрос второй раз, чтобы ваш уважаемый зритель понимал. После этого я покинул стены юрфака университета, я понял, что это бессмысленно, что я не хочу становиться в этой системе ни оперативником, ни следователем, ни адвокатом. Я понял, что, по сути дела, там практически без варианта. Это вот мне повезло, каким-то чудом они нашли того человека, кто совершал убийство, а меня освободили. Но это был единственный случай за мою память. Я ушёл в бизнес. Семь лет я работал практически без отпусков с раннего утра до позднего вечера. Полтора года жил в самолёте между Екатеринбургом, Самарой и Москвой. Тогда была эпоха вот этого, на самом деле, дикого капитализма, когда Россия напоминала чем-то, знаете, Аляску много времени назад, когда вот это была золотая лихорадка. Потом 2003-2007 год, вот четыре года это создание сети автосалонов. У меня было три автосалона. Самая большая в России фирма по прокату загородной мототехники, квадроциклов, багги, катеров на воздушные подушки, снегоходов и так далее. Два пейнтбольных клуба. Я считал себя успешным человеком. И мы подумали, что, наверное, лучше выйти за рамки просто автомобильного торгового бизнеса. Мы начали строить большой автомобильный торговый центр на МКАДе. И плюс я связался с европейскими, с американскими партнерами. И мы подумали, что в России в версии 2006-2007 можно создать и развивать автомобильную аукционную систему с тем, что вот этот серо-черный рынок обелить, с тем, чтобы сотни миллиардов рублей ежегодно вернуть в бюджет, в налогооблагаемую базу, и с тем, чтобы избавить, очистить рынок от перебитых номеров, от скрученных пробегов и так далее, чтобы все это было как в Америке, в Европе или в той же Японии. Ну вот, собственно говоря, вот тогда я перешел черту, за которую нельзя было переходить. До той поры, пока я был просто торговцем автомобилями и работал на территории крупных торговых сетей, меня не замечали большие федералы-силовики. А в тот момент, когда я в 2006 году на Международном автомобильном салоне прорекламировал нашу идею вот этого первого автомобильного аукциона, когда договорился с тем же ведущим Леонидом Якубовичем, с тем, чтобы он первые аукционы вел и так далее. Вот тогда как раз я перешел черту, когда начал рекламировать то, что может порушить коррумпированный абсолютно автомобильный бизнес, связанный с государством, с крупными госкорпорациями, с банками, со страховыми компаниями. Вот. И мне поступило предложение, от которого я отказался. Мне предлагали, чтобы я выплачивал 50 тысяч долларов США ежемесячно в качестве абонентской платы воспоставленным сотрудникам прокуратуры, ФСБ, МВД за крышу. Меня на так называемые там стрелки встречи вызывали в рестораны, в которых за одним столом находились смотрящие за подмосковными городами, как раз в Подмосковье, в Московский регион, где мы работали, сотрудники прокуратуры, сотрудники ГУВД и РУБОПа. Вот все вместе. Мафия, бандиты, коррумпированные силовики. И все они видели во мне какую-то, знаете, если грубо сказать, сладкую булку, как человека, которого можно там доить и с помощью меня еще доить десятки арендаторов компании в строящемся автомобильном торговом центре. Я отказался принимать участие в коррупционной схеме. Я сказал, что мне проще закрыть все и уехать тогда обратно в Самару или каким-то образом давал понять, что я не буду с ними сотрудничать. И вся эта история закончилась, когда через несколько месяцев, пережив более десяти обысков, приходов, к нам приезжали маски-шоу, приходили сотрудники ФСБ, которые в автосалонах требовали от меня какой-то паспорт безопасности объекта. Сотрудники ГИБДД приезжали, проверяли все автомобили, налоговики и АБЭПы приезжали, буквально даже в пейнтбольном клубе считали шарики для пейнтбола, чтобы все это совпадало. И после того, когда они поняли, что на нас ничего нельзя нарыть, мы работаем в чистую, и я сам являюсь единственным учредителем, генеральным директором и главбухом в своих компаниях, контролируя финансы, дальше они пошли просто на фальсификацию, и подмосковные чиновники, мэр и глава одного из подмосковных районов, они написали ложные доносы о том, что якобы я у них похитил два Порше Каен, один из которых я почему-то с поддельной подписью своей же продал племяннику генерального прокурора Леонтью Чайке, а другой полковнику ФСБ Гуляева. Ну, абсолютно такая абрагадабра. Тем не менее, меня закрыли в мае 2007 года. Несколько лет я содержался в застенках, за которые у меня забрали полностью бизнес. У меня переоформили квартиру стоимостью почти 800 тысяч долларов США. Потом даже Мерседес, там 500-й Мерседес у меня был, лонг-ферматик, они арестовали в качестве обеспечительной меры. И за несколько дней до моего освобождения, когда все разваливалось, когда эти мэры подмосковные сами оказались в застенках, и их брали с поличным при получении взятки за рулем тех же самых Порше и Каенов, которые якобы я у них похитил несколько лет назад и продал там каким-то коррумпированным силовикам. Вот они даже этот Мерседес по поддельным документам у меня за несколько дней до освобождения увели, абсолютно обнулив имущество и лишив меня какой-то возможности после освобождения с серьезными силами пытаться отстоять и отбить свой бизнес. И 15 июня 2011 года я вышел из-за стенок, потеряв еще около 8 зубов, у меня в челюсти, чтобы было понятно, около 10 имплантов, еще нескольких зубов не хватает. То есть там 15 микроопераций, когда меня врачи восстанавливали с тем, чтобы я мог нормально кушать, разговаривать и походить на нормального человека после всего этого. И вот буквально через 3 недели я зарегистрировал домен, который называется «ГУЛАГу.нет», как идея «Нет ГУЛАГу». И с этого момента я понимаю, что я не хочу повторять судьбу Александра Солженицына, я никакой не писатель. Я понял, что я хочу с помощью технологии 21 века показать всем, всему миру, в том числе в первую очередь, конечно, самим россиянам, какое вот это вот адское, кошмарное, бесчеловечное нутро представляет из себя вся следственно-судебная российская система с этим ГУЛАГом 21 века, с систематическими изнасилованиями, с пытками, с пресс-хаттами, с внутрикамерной разработкой, как в ГУЛАГе, с выбиванием показаний, с посадкой невиновных, с фальсификацией уголовных дел в отношении неугодных власти и так далее, и так далее. И вот с тех пор, не знаю, к счастью или, к сожалению, я вынужден заниматься этой правозащитной деятельностью, просто потому, что не могу ей не заниматься, потому что знаю, что там прямо сейчас страдает огромное количество людей, и вот эта вот репрессивная бесчеловечная система не только перемалывает тех, кто находится внутри, в застенках, но и с помощью вот этого животного страха, ареста, пыток, изнасилований и убийства в пресс-хаттах Путину и его силовикам удается парализовывать волю основного количества населения, большей части людей, которые находятся именно в состоянии именно животного страха. Что бы они там на камеру не говорили, как они поддерживают Путин, на самом деле большинство боится. Первые три месяца, вы рассказываете, вы сидели, и вам выбили два зуба, и над вами издевались. Как это происходило вообще? Это всё происходило в кабинете следователя? Это были кабинеты оперативников. Это был конец июня 2000 года. Я на тот момент был студентом юрфака, и у меня был научным руководителем человек, который, параллельно работая в нашем университете, ещё занимал пост в областной администрации Самарской области Василий Георгиевич Тарасенко. По-моему, он даже был замгубернатором. И когда мне позвонили сотрудники милиции и пригласили меня, я почему-то подумал, что меня приглашают на практику, на летнюю. И я не позвонил своим родителям, ни маме, ни папе, который был журналистом и мог каким-то образом, наверное, тогда на начальном этапе какую-то дать огласку, если бы мы понимали, к чему это всё идёт. Я, конечно же, шёл туда без адвоката, потому что я не чувствовал, что я что-то сделал незаконное. Я думал, что мне будут предлагать практику, ну или как там свидетели какого-то. А когда я зашёл в отдел милиции, дальше мне сказали, чтобы я прошёл на пятый этаж, когда я поднялся туда, там были двойные двери, которые мне долго не открывали. Потом, когда мне открыли, меня встретили там шесть физически развитых, крепких, лысых, с золотыми цепочками каких-то персонажей, которые больше походили на бандитов, чем на сотрудников милиции. И когда они узнали, что моя фамилия Осечкин, дальше они мне сказали заходить в кабинет. Я не до конца понимал, но я всё-таки... В тот момент у меня были розовые очки. Я всё-таки каким-то образом верил в то, что милиция — это милиция, что они должны наводить порядок, бороться с преступностью и так далее. Уж точно не бить и пытать мучить студента. А когда я зашёл в кабинет начальника, по-моему, это был или уголовный розыск, или криминальная милиция, дальше они все залетели туда. Это были части оперативников Ленинского района УВД Самары, а часть — оперативники РУБОПа областного. И дальше всё. Я за несколько часов увидел слоники, дыбы, меня застегнули в наручники, меня били, жестоко избивали. Потом, когда им не удалось сломить мою волю и заставить меня признаться в том, чего я не совершал, через несколько часов из соседнего кабинета я начал слышать крики моего друга детства Ивана, которого тоже мучили, били и пытали, и заставляли его признаться и оговорить меня, и оговорить самого себя в том, что якобы мы, два студента юрфака, совершили какие-то убийства, являемся какими-то киллерами. Потом через несколько часов вот этих страшных пыток, когда у меня гудела голова, когда были выбиты зубы, когда вся рубашка моя светлая была в крови, дальше они, видимо, поменяли тактику, и в кабинет все вышли, зашёл незнакомый мне человек, который всплеснул руками, который сказал, что они наделали, что вы здесь делаете с ними, снял с меня наручники, сказал, что сейчас он принесёт мне попить, дальше он мне принёс какой-то стакан, я выпил, и вот выпивая до конца стакан, так как я был на нервах, я уже почувствовал какой-то такой привкус, и сознание меня покинуло. Я уже очнулся, уже было затемно, я находился в другом кабинете, уже в другом здании меня перевезли, на меня светил свет камеры с лампами, и вот какая-то молодая следователь зачитывала якобы мою явку с повинной, в том, чего я, конечно же, не совершал. А за её спиной стояли как раз вот те 5-6 оперативников, которые меня били, пытали, мучили, избивали, и, во-первых, вот от этого психотропного препарата у меня, я не мог ничего сказать, у меня было просто какое-то мычание изо рта, и наручники были сзади, за спиной закованы. А даже, наверное, если бы я мог что-то связанное говорить, я бы опасался это делать, потому что передо мной были те люди, которые меня самым страшным образом мучили, пытали, и, конечно, я был в подавленном состоянии. Но пытки на этом не закончились, потом меня держали практически без воды и без еды две недели, тогда это были старинные камеры, ещё на стенах была так называемая вот эта грязная, острая шуба, к которой невозможно было прикоснуться, окна были закрыты ресничками, вот такими жалюзи, то есть там было 6 или 7 рядов разных решёток, и помимо этого такие вот железные жалюзи, из-за которых никакой солнечный свет внутрь не проникал. И я потерял счёт времени, я помню, как я привставал, чтобы в одном месте, где они чуть-чуть расходились, вдали был виден какой-то светофор, и вот за две недели практически без воды и без еды я только из-под крана какую-то воду пил, и раз в день они приносили что-то типа баланды, но когда я её ел, у меня состояние подавлялось, погружалось, я куда-то внутрь уходил, то есть, видимо, они что-то такое активное подсыпали. И вот вдали я видел до сих пор, я помню, светофор, и у меня настолько было уже помутнение рассудка, что мне казалось, что этот светофор, как астробоскоп на дискотеке, моргает очень быстро то красным, то зелёным. После этого меня увезли в следственный изолятор, где поместили в пресс-хату к персонажам, которые из себя строили разрисованных уголовников, а на самом деле являлись внутрикамерными агентами, которые тоже две недели подряд пытались каким-то образом меня психологически сломать, приклеить мне какие-то прозвища, связанные с убийцей, с киллером и так далее. И периодически они пытались с помощью насилия подавлять мою волю. И всё это было сделано для того, чтобы я не отказывался от тех показаний, которые от моего имени были занесены в эту фальшивую явку с повинной. Потом всё это закончилось у нас таким неравным боем, в котором мне удалось, я воспользовался просто положением, они принимали периодически наркотики. И вот в тот самый момент, когда они находились в возбуждённом состоянии, но при этом физически они были ослаблены, дальше я просто дал отпор. И они тут же все вместе подбежали гурьбой к двери, начали стучать, но я тогда спортом ещё активно занимался. И буквально через считанные секунды дверь открылась, и было понятно, что всё это время за дверьми стояли периодические оперативники, которые как бы этот глазок наблюдали, смогут они меня сломать или не смогут. И дальше уже как бы вот эти истории с пытками закончились, меня увели в другую камеру к смотрящему за тюрьмой, которая мне попросила, чтобы я больше ни с кем не дрался. Сидел, смотрел какую-то там видеодвойку с фильмами и ждал, когда меня освободят, потому что прекрасно понимал и он, и администрация СИЗО, что на меня нет ничего, и что у них есть, наоборот, оперативное задание. Было оперативное задание меня каким-то образом сломать. Но вот в тот момент, видимо, и статья, по-моему, вышла в газете. Журналисты в Самаре по просьбе папы написали об этом деле. И адвокату, бывшему прокурору Октябрьского района Владимиру Петровичу Кузнецову удалось найти грубые нарушения и основания для того, чтобы были вот эти доказательства признаны фальшивыми, вброшенными в уголовное дело. И плюс, я так понимаю, после жалоб и вот этой статьи о глазке действительно это дело было передано куда-то этажом выше, и они нашли по уликам действительно того человека, который это совершал. Ну вот тогда мне повезло. Но если вспоминать вот эти моменты пыток, это, наверное, были одни из самых страшных моментов в моей жизни, когда я понимал, что я обречен, мне никто не поможет, и что вся вот эта система, она будет меня перемалывать. И, собственно говоря, это и стало основным мотивом для того, чтобы я уже второй раз, оказавшись в этой системе, посмотрев, понял, что мне не до бизнеса сейчас, мне не до зарабатывания денег, мне важно попытаться изменить вот эту систему в России, потому что продолжать спокойно жить, развивать бизнес, зарабатывать, зная, что рядом с тобой и по всей России в разных городах людей бьют, пытают, выбивают показания, было абсурдно. Нужно было или уезжать на тот момент из России, или стараться менять. И вот я могу что-то поменять. NFT Супер Гордон Крыса Путин Пошел Гон 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон Всего 3,5 тысячи ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супер дронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт supergordonnft.com и следуйте простой инструкции, каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT. Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас в инстаграме на supergordonnft и в телеграме на канал супергордон. Умные и продвинутые уже там. Присоединяйтесь. Скажите, пожалуйста, второй раз, когда вы оказались за решеткой, вас тоже мучили или уже было легче? Хороший очень вопрос. Первые два месяца пытались сломать психологически, когда дело было в том районе, где как раз вот эти местные князьки правили бал. И вот тогда они как раз два месяца подряд это были какие-то оперативные комбинации с целью издевательств, попытки унижения. Ну, например, меня мог из камеры вызвать оперативник на пять минут просто вывезти меня. Любой заключенный, если ему говорят «выходи», он должен выходить. Соответственно, он меня выводил, проводил по коридору, обратно заводил, через две минуты приходили с обыском, находили какую-то телефонную трубку и потом, соответственно, вбрасывалась информация, что якобы я сдал вот этих вот стукачей, которые из себя там строили блатных, якобы я их подставил и из-за меня... Ну, то есть это различные какие-то были такие ухищрения для того, чтобы... Дешевые, да, такие? Да, чтобы создать пресник. Потом в другую тюрьму меня перевели, сразу посадили к смотрящему за тюрьмой, которому позвонили три грузинских вора в законе, которые сразу мне начали объяснять, что я коммерсант, я должен уделять что-то там кому-то на общее и что я должен прямо сейчас позвонить в один из своих автосалонов и отдать им машину Infiniti ценой не меньше 50 тысяч долларов США, потому что я должен находиться в безопасности под их крышей и так далее. Ну, там различные какие-то комбинации проводились. Потом, наоборот, они поняли, что связались с крепким орешком, что меня вот так вот не развести. И дальше, наоборот, меня перевели в люкс-камеру, где меня встретил темнокожий молодой человек, который когда-то там на Рублевке работал официантом или поваром в ресторане, он меня встретил с подносом, на котором стояла там стопка водки, какой-то там пельмешек и так далее. Меня завели в камеру, где были водонагреватель, PlayStation, два холодильника. В этих холодильниках стояли там и пиво, и водка, и все остальное. Вечерами там в камере появлялись там различные наркотики типа Гашиша, Плана и так далее, чтобы каким-то образом в общем... И было огромное количество мобильных телефонов и у меня, собственно говоря, мне в руки передали мобильный телефон, когда еще не было айфонов, но это был такой раздвижной смартфон с клавиатурой, с доступом в интернет, потому что, как я потом уже узнал, оперативники Департамента экономической безопасности МВД России, это главные такие по экономике коррумпированные полицейские, они приехали к начальнику оперотдела СИЗО-10 в Можайске, они сказали, что у Осечкина сеть автосалонов, машину он покупал в Америке и в Германии, и у него в офшорах 3 или 4 миллиона долларов США, и что нужно сейчас понять, в каких офшорах, на каких кайманах он эти деньги прячет, а дальше мы уже на него надавим и вместе озолотимся. И вот несколько месяцев создавались мне люксовые условия для того, чтобы через этот очевидно находящийся под снятием информации из технических каналов связи, под ОРМ, этот телефон с тем, чтобы куда-то он их привел и появился ключик к неким миллионам, которые где-то у меня лежат. Я им благодарен, честно скажу, я им благодарен. Это самое большое, что могли сделать они для меня в жизни, потому что через месяц вот этих ОРМ в отношении меня, 2 января 2008 года я через один из сайтов, форумов, познакомился с моей любимой, с моей дорогой женой, с которой живу по сей день, с которой замечательная у нас семья, прекрасные дети. Ну, конечно, когда, да, если прокрутить плёнку дальше, вперёд, то, конечно, когда оперативники поняли, что я занимаюсь какой-то ерундой, общаюсь с людьми на форумах, читаю новости, я прекрасно понимал, для чего они всё это делают, поэтому раз в неделю я находил какой-то сайт каких-то адвокатских контор, которые занимаются офшорами, и я там что-то пытался там отправить каким-то адвокатам, первое письмо знакомства и так далее, но в какой-то определённый момент они поняли, что Осечкин их водит за нос, и дальше, соответственно, опять приехал спецназ, всё, что у нас было там из так называемых благ, вот этой люкс-камеры, всё забрали, опять была вброшена информация, что всё это происходит из-за меня, вот с тем, чтобы каким-то образом настроить конфликт, конфликтную ситуацию с заключёнными, и дальше вот это вот началась история там со спецблоками, с масками шоу, с физическими избиениями, с тренировкой спецназа на мне, с пересылкой меня периодически из СИЗО Москвы в Подмосковье и обратно через автозак Столыпин-автозак с жёстким приёмом конвоя, вот, где периодически иногда там до полусмерти меня избивали. Поэтому, да, эта история такая, как бы она, то, чем я сейчас занимаюсь, это не потому, что мне это каким-то образом интересно или потому, что это там сейчас модно быть правозащитником или так далее. Я просто не могу этим не заниматься. У меня самая большая мотивация. Как говорится, за битого двух небитых дают, а вот за человека, которого очень много раз толпой на одного били несправедливо, у меня внутри есть определённые какие-то стержни, которые мне там дают силу заниматься правозащитной деятельностью и дают мотивацию для этого. Владимир, а где вы сидели четыре года? Ну, в основном это были больше трёх лет и восьми месяцев. Это были СИЗО Москвы и Подмосковья. Первые полтора года шло экономическое следствие. Мне в оконцовке, когда они поняли, что с меня никаких денег они не получат, мне нарисовали обвинения в части четвёртой статьи 174 Прим. 1, это легализация в особо крупных размерах, совершённая в составе организованной преступной группы. Согласно этим документам, якобы я в неустановленное следственное время, в неустановленном месте из неустановленных лиц создал организованную преступную группу для легализации того, что похищал якобы у подмосковных чиновников и так далее. За каждое из этих статей мне светило от 10 до 15 лет строгого режима. В совокупности мне могли назначить судом 22,5 года по всей этой истории. Потом полтора года после следствия я находился в СИЗО без суда и без следствия. То есть следствие закончилось, суд не начинался. И так как были грубейшие нарушения всех сроков, как раз в этом году, спустя 10 лет, в марте 2022 года Европейский суд по правам человека приняло решение по моей жалобе, признав мою правоту и обязав Российскую Федерацию устранить нарушение и выплатить мне компенсацию. То есть это подтверждён юридически... Какую компенсацию? 4 тысячи евро. Да. Я понимаю, я, собственно говоря, именно с такой ироничной улыбкой воспринял это решение. По тысяче за год? Да. А потом начались вот эти судебные заседания, где я сказал, что пусть меня судят все судьи этого суда, чтобы они вместе со мной присутствовали. Я выбрал тройку судей. И бывшие клиенты моего автосалона, те, кто покупали у меня машины, кто прекрасно знали, что я в этом районе работаю несколько лет подряд, плачу налоги и ко мне не то, что нареканий никаких не было, меня рекомендовали друг другу люди, зная, насколько мы честно и принципиально подходим к подбору автомобилей в автосалон. Они меня судили, а после, когда меня освободили, и я приехал в суд снимать арест с моего Мерседеса в надежде, что хотя бы он остался и я его заберу, ко мне все эти судьи подошли в коридоре и начали со мной советоваться по поводу автомобилей, которые лучше им купить своим детям и так далее, и когда я сказал «Ничего, что вы, каждый из вас мне по очереди по несколько раз продлевал меру пресечения, содержа под стражей, ничего, что вы со мной сидели в суде и вы знаете прекрасно, что все это было шито белыми нитками, не считая того, что в рамках этого дела были проведены обыски, вскрыты действительно коррупционные схемы в одном крупном банке с фирмами-помойками и были раскрыты коррупционные схемы, как миллиарды рублей из бюджета Российской Федерации похищались». На что все эти судьи, вот реально они стояли вокруг меня в коридоре, они мне вот так вот руками всплеснули, говорят, ну как бы они сказали «Владимир, ну знаешь, как у русских говорят, кто прошлое помянет, тому глаз вон, ну что ты будешь на нас как бы это самое, ты же знаешь, с кем ты поссорился». А мы здесь просто как бы вот принимали, оформляли те решения, которые были приняты наверху. Так что вот, да, три года и восемь месяцев или девять месяцев СИЗО, потом действительно произошло чудо вот под конец всего этого периода, в тот момент, когда я уже думал, что действительно там ближайшие 20 лет я проведу в застенках, каким-то невероятным образом вот человеческий фактор сработал. был прокурор, который надзирал за Можайским сезон номер 10, Стас Буянский, он был переведен на позицию зампрокурора Московской области, и он, человек неординарный во всех отношениях, он забежал в резиденцию к тогда президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, подбежал к нему, когда вертолет заходил на посадку, и Медведев выходил в резиденцию, по-моему, это были горки 10, и он подбежал с папкой документов о том, что в Подмосковье предпринимателей сажают по заказным уголовным делам, а руководство прокуратуры Московской области и генпрокуратуры занимается гранд-коррупцией, вымогательством совместно с ДЭБом и так далее. И вот тогда Медведев, взяв эту папку в руки, конечно, ФСОшники там быстро задержали этого зампрокурора области, уволокли, куда-то увели, но тем не менее потом ему доложили, он поставил свою визу разобраться, и мне повезло, потому что в тот самый момент началась проверка, которая закончилась отставкой и арестом более 10 прокуроров Московской области, в том числе двух персонажей, которые были непосредственно замараны в моем уголовном деле связанным с фальсификацией доказательств с незаконными решениями против меня. И тогда, когда админресурс ушел в сторону, коррупционеров уволили в отставку, задержали, был задержан вот этот мэр подмосковного города Озеры, который приезжал в наручниках ко мне уже в суд и писал там отказы от обвинений против меня, сообщал о том, что его принуждали. Вот тогда плюс поменялось законодательство, и часть четвертая, вот эта вот от 10 до 15 строгого режима была убрана из уголовного кодекса, вот тогда забрежил свет в конце туннеля, и через несколько месяцев я был освобожден. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко, ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел, и это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите, вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Ммм. Это две бомбы. На здоровье, ребята. меня, Владимир, потрясла, ну что меня, миллионы людей. Потрясла история с переправкой гигагигагигабайтов, записи пыток из российских тюрем, которую под вашим контролем, как я понимаю, осуществил Савельев. Давайте вот я сейчас спрошу вас, сколько там было материала, на какое количество гигабайт? В общем объеме, когда уже Сергей Савельев не какие-то гигабайты пересылал по пути следования эвакуации из России к нам во Францию, а когда он уже прилетел и находился в центре, так называемый центр Датант, как одна звездочная гостиница с ограниченной территорией, куда помещают людей, у которых нету визы, которые запрашивают политубежище. И на тот момент Франция принимает решение пускать или не пускать в страну. Вот когда я пришел к нему в первый раз туда, как посетитель, как правозащитник, как человек, который его хотел спасти и ему помочь, он мне передал совершенно неожиданно, потому что я не ожидал, что такой объем на нас свалится информация, он мне передал жесткий диск, который был полностью забит информацией, это было 2 терабайта. Это огромный объем информации про целый ряд пыточных в России. Одной пыточной, в которой он был в качестве осужденного в составе администрации секретаря начальника отдела безопасности ОТБ-1 Саратовской. И плюс за 5 лет у него периодически возникал доступ в основную систему хранения данных Федеральной службы исполнения наказания, где он урывками какие-то видео, связанные с применением физической силы и спецсредств, он тоже собирал, коллекционировал и вывез. Это действительно фантастическая история, за что я ему благодарен, потому что это подвиг. Он реально, если бы его раскусили, разгадали и раскрыли, пока он находился там или в России в полном объеме, я думаю, что его бы, конечно, быстро очень убили. И он действительно рисковал своей жизнью, чтобы разоблачить эту историю. Да, это уникальная история. То есть давайте расскажем нашим зрителям в этих двух терабайтах видеозаписи изощреннейших пыток и изнасилований на территории России в СИЗО и в колониях. Правильно? Да, совершенно верно. Вот здесь за моей спиной как раз в коробке уже копии с этого диска. Сам оригинал сейчас здесь тоже в шкафу у меня спрятано. Вот здесь два терабайта перекачанные. И эти же материалы мы постарались передать и в ООН и в Европейский комитет по предотвращению пыток и комиссару по правам Человека Совета Европы. Что на этом жёстком диске? Там в первую очередь это видеоархив одной из самых главных пыточных России, которую контролировала ФСБ. Это Саратовская ОТБ-1 УФСИН как раз по Саратовской области. То есть это областная туберкулёзная больница, главная туберкулёзная больница всего тюремного Поволжья и почему они в этих тюрьмах создавали пыточные точно так же как в Ростовской МОТБ-19 там была карательная психиатрия, потому что это позволяло оперативникам из любого региона Российской Федерации сфальсифицировать документ о том, что у человека есть подозрение некое на туберкулёз. Достаточно сделать флюорографию, взять чёрный фломастер, нарисовать точку чёрным фломастером и врач, глядя на свет, скажет, да, действительно, я вижу затемнение. И на этих основаниях человека из Краснодарского края, из Ростовской области, из Самары, из других регионов, в том числе из Москвы, отвозили в Саратовскую ОТБ-1, где на протяжении около 10 лет действовал самый настоящий пыточный конвейер, где принимали участие и сотрудники ОТБ-1, садисты, и завербованные ФСБ и ФСИН, осуждённые к длительным срокам лишения свободы, которые согласились стать вот этими капу, как вспомогательная полиция в концлагерях Третьего Рейха. То есть это заключённые, которые в обмен на улучшенные условия содержания, на двойную пайку, на доступ к дополнительным свиданиям, в том числе, например, с проститутками, за доступ к алкоголю, к наркотикам или к спортивному питанию, они соглашались совершать совершенно немыслимые, на мой взгляд, действия. Но то, что мы увидели на этих кадрах, это то, что целая бригада очень методично, используя одни и те же методы, одни и те же помещения, била, пытала, раздевала догола и насиловала людей. И не просто насиловала, но ещё снимала эти страшные изнасилования с помощью видеорегистраторов. А когда физическое насилие над человеком не имело действия, и они понимали, что даже пройдя через страшное унижение, человек не подчиняется им, дальше они доставали вот эти страшные красные и чёрные швабры уже и вставляли глубоко, разрывая внутренние органы причиняя и боль, и инвалидность и так далее. И теперь мы знаем точно, что это не просто вот одна пыточная саратовская, где были такие полковники-извращенцы, которые там, это система, которая действовала и, к сожалению, действует по сей день в тюрьмах России. В Иркутском сезон номер один только за 2020 год, вот то, что нами установлено и в последующем под нашим позитивным давлением следствием было установлено, около 100 фактов задокументированных фактов изнасилования и пыток в прескатах конвейерным типом. В Саратовской области больше 70 фактов пыток и изнасилования зафиксировано. Несмотря на то, что мы это огласили в 2021 году, в 2022 году изнасилования с разрывом внутренних органов прошли и в колонии номер пять УФСИН по Владимирской области с осужденным Агамировым. Это вот соседняя колония, где отбывает наказание сейчас находится Алексей Навальный. И потом в августе мы зафиксировали, как нескольких дагестанцев в Калмыфской колонии номер два тоже подвергли страшным избиениям. Одного из них точно тоже совершили в отношении него вот эти насильственные действия в возвращенной форме. Поэтому, да, несмотря на то, что это все разоблачено, это все продолжает работать, потому что это является таким секретным согласованным методом ФСБ и ФСИН. И потому что в России до сих пор вот эта вот гулаговская иерархия во всех тюрьмах без исключения даже в тюрьмах для бывших сотрудников силовых органов везде есть так называемая вот эта вот каста униженных, которых там по-другому там разные слова есть там обиженные, петухи и так далее. Ну, в целом это вот лица самой низкой социальной категории в среде заключенных, и при этом общество настолько пропитано гулагом и вот этими традициями этой иерархии, что всё это перекочевывает и в детские дома среди... И в армию. И в армию, и на улицу, то есть если с человеком что-то там совершили и ему поставили вот этот лейбл униженного там с более обидными какими-то словами, названиями, всё это дальше выходит на улицу и это вместе с человеком. И как раз чтобы было понятно, это не только попытка унизить человека и сломать, это точно так же вот эта вот угроза изнасилования, она срабатывает, когда за последние 15 лет ФСБ взяло под контроль практически весь криминальный мир в России. И не секрет, что большая часть независимых воров в законе, которые старые закалки, старые формации, старых понятий, и убеждений, они все были вынуждены покинуть территорию России, кто-то в Турции, кто-то в Греции, кто-то в каких-то других странах. А те, которые находились и находятся внутри России, большая часть из них, они были вынуждены принять правила игры, подписать секретные документы о сотрудничестве с разными подразделениями ФСБ России и главным оперативным управлением ФСИН. И дальше вот они сейчас взяли всю эту иерархию под контроль и используют как в своих службистских целях, в том числе для того, чтобы с одной стороны пополнять внебюджетную кассу спецслужб из так называемого общака, для того, чтобы у них были деньги на различные спецоперации, диверсии, заказные убийства, подкуп каких-то чиновников в других странах. И плюс, конечно, вот эта вот угроза изнасилованием, она срабатывает. Огромное количество российских мужчин, которые там встроены в эту иерархию, там смотрящих, положенцев, воров, они прекрасно понимают, что нужно очень внимательно слушать своего куратора, потому что, если что, тебя вот этапируют в такую пыточную, с тобой это всё сделают, и ты автоматом лишишься всех статусов и будешь до конца своих дней в этой гулаговской иерархии на самом дне, на вот этом минус-десятом этаже. Ну вот вы знаете, я внимательно смотрел многие видеоматериалы, меня, конечно, потрясло это, я вам честно скажу, потрясло. Одно дело слышать, другое дело видеть. Но знаете, какая у меня мысль появилась? У меня появилась мысль, что, во-первых, это специально снималось, а во-вторых, потом, это моя мысль, вы сейчас скажете, право или нет, специально вышло наружу для того, чтобы миллионы россиян понимали, что с ними будет там, если они будут себя плохо вести? Это два важных вопроса. Первый включает в себя, почему они это снимают, чтобы получать компромат. То есть, с учётом того, что в России даже на свободе действует вот эта гулаговская иерархия, разглашение этого автоматически приводит к унижению человека. и нам стоило огромных трудов в прошлом году с тем, чтобы, то есть, у меня были очень серьёзные большие дискуссии. У нас среди наших подписчиков и зрителей «Гулагу нет» есть и те, кого пресса называет, так называемые, воры в законе, а они сами себя называют люди. И вот у меня была с ними очень большая дискуссия, с целым рядом людей, где я пытался и я им смог объяснить, что им очень важно расставить точки над «и», и что помимо того, чтобы мы апеллировали к законодателям, чтобы перевести пытки в категорию из тяжких в особо тяжкие преступления и начать каким-то образом менять систему эволюционно, очень важно изменить внутренний вот этот вот гулаговский мир с тем, чтобы они заняли позицию, что человек после любых унижений, которые с ним совершаются, не может быть никем унижен и переведен в ту самую гулаговскую касту опущенных униженных. Потому что если все эти криминальные лидеры сохраняют вот эту шахматную доску, в которой очевидно, что спецслужбы всегда будут обыгрывать любых людей, где тебя одного, какой бы ты ни был здоровенный, суперподготовленный, тебя могут, во-первых, лишить сил через несколько месяцев этапов голода и холода, а потом тебя могут закинуть в ту камеру подготовленную, где 8 или 10 человек тебя бросится на твои руки, на твои ноги, кто-то тебе нанесет какие-то удары, и ты уже через полчаса будешь в положении буквы «зю», когда тебя будут насиловать. И нам удалось добиться того, чтобы они запустили так называемый воровской прогон, который прошел по всем тюрьмам, колониям и СИЗО России, где черным по белому написано, что что бы они ни делали с человеком, его ни в коем случае нельзя переводить в какую-то касту униженных, и что если таким образом кто-то поступает, это значит, они идут на поводу у спецслужб, унижая человека и так далее. Вторая часть вопроса, она более глубокая, я очень долго на эту тему думаю, уже больше года. Вы тоже думаете? Я тоже думаю, потому что человек, который связался со мной и передал этот архив, еще раз подчеркну, я его считаю своим другом, своим коллегой, Сергей Савельев сейчас координатор «Горячей линии» «ГУЛАГу.нет», но когда он связывался со мной, он был с ником «Максим Троян». И я все время думал «Троян, это Троян, почему он взял Троян?» Потому что он себя ассоциирует с троянским конем или с вирусом Троян, который проник в тюремную систему и разрушил ее изнутри, когда и директор ВСИН был отправлен в отставку, и законы начали меняться после этого и так далее. Или, я первое время так думал, или это Троян в «ГУЛАГу.нет», чтобы каким-то образом что-то там сделать с нашей организацией и так далее. Но здесь в Сергея я точно не сомневаюсь, я уверен в нем как в самом себе. Но был один случай, который меня наводит на определенные мысли. Когда Сергей Савельев уже с этим архивом покинул территорию России и жил уже в Беларуси, анонимно связываясь с нами и периодически передавая какие-то файлы, которые как я по крупицам связывал. На тот момент, кстати, я не знал, как его на самом деле зовут. Он общался через ник Максим Троян и я не знал, что это бывший заключенный. То есть, если бы мне сказали, что это бывший заключенный, я бы не поверил. Вот серьезно говорю, я думал, что это действующий сотрудник либо центрального аппарата ВСИН, либо ФСБ, который каким-то образом что-то подсливает. Но потом, когда Сергей Савельев определенную порцию файлов передал нам, его выманили на территорию России, к нему подвели определенного человека, который имитировал дружбу, симпатию, пригласил потусоваться, отдохнуть. И вот дальше, когда Сергей прилетел в Россию, это был как раз сентябрь 2021 года, его задержали оперативники ФСБ и главного оперативного управления ВСИН России и оперативники ОСБ ВСИН, это управление собственно безопасностью. И вот дальше, когда они его задержали, они начали его опрашивать, допрашивать, его попытались завербовать с тем, чтобы он дал показания против нас, что якобы Владимир Осечкин является злым гением и шпионом всей этой схемы, что через меня западные спецслужбы якобы его подкупали и настраивали, чтобы он нам всё это передал. То есть они хотели всё это полностью криминализовать с какими-то такими следами западного мира. У них одна из версий, кстати говоря, была, я думаю, что вам будет интересно, одна из версий у ФСБ была, что якобы Савельев и Осечкин являются агентами СБУ, и что якобы мы всё это специально запланировали, и чуть ли не я денежные средства заранее перечислял каким-то вот этим насильникам, с тем, чтобы они сняли вот эти страшные ролики, с тем, чтобы дискредитировать уголовно-исполнительную систему Российской Федерации. Это вот то, что там у них в документах значится. Так возвращаясь вот к этому задержанию сентябрьскому по Савельеву, то есть они установили во время задержания, что действительно Савельев мне отправлял какие-то файлы из других колоний. И вот дальше загадка. Получается, что на тот период, когда они его задерживали, они знали, что он со мной на связи, что Максим Троян это Сергей Савельев, что действительно мы ему перечисляли какие-то денежные средства уже после его освобождения с тем, чтобы он после тюрьмы купил себе компьютер, смартфон, жёсткие диски, чтобы он имел возможность распаковать вот этот вот архив и начать его нам переправлять. Вот. Но они не знали, что у него есть в руках пыточный архив. То есть то, что он мне весной 2021 года отправлял, содержало просто видеоролики, где сотрудники ФСИН достаточно жёстко кому-то применяют наручники, кого-то бьют дубинкой, но это были, скажем так, цветочки. Это были цветочки. И вот здесь большой вопрос. С одной стороны, как они могли после этого выпустить его из России, дать ему уехать? Вот здесь большой вопрос. Но так как развивались события уже после приезда Сергея, я всё-таки думаю, что это всё действительно дело случая. И мне кажется, ну реально проведение. Я верю в то, что нам какие-то высшие силы помогли со всей этой историей. Потому что когда всплыл весь этот архив, буквально за два месяца своих позиций лишились генерал ФСБ Калашников, который был прикомандирован во ФСИН, являлся директором тюремной системы, и его первый заместитель Якунин, которого из МВД для какого-то баланса к ФСБшнику приставили. Вот два первых лица потеряли свои позиции как раз потому, что именно по их материалам задерживали Савельева, и им вину поставили не то, что они руководили пыточной системой, в которой бьют, пытают и насилуют, а им вину поставили, какого хрена их оперативники из центрального аппарата, задержав Савельева, вместо проведения обысков в Беларуси с изъятием всех жестких дисков, дали ему возможность, поверили в то, что якобы он с ними будет сотрудничать, будет их барабаном и работать против меня, и отпустили его на четыре стороны, сохраняя с ним контакт. Владимир, если бы я работал где-то в центральном управлении ФСБ, я фантазирую, а может быть, возглавлял бы эту прекрасную организацию, я бы плевать хотел на Калашникова и на этого второго замечательного человека, вы назвали фамилию, которого уволили, потому что есть глобальная цель. В чём заключается глобальная цель, на мой взгляд? Россияне должны знать, с властью шутить не надо. Если вы не будете делать того, чего хочет власть, а самое главное, если вы будете сопротивляться власти, выходить на митинги, протестовать, делать какие-то неблаговидные вещи, смотрите все, вот смотрите этот архив, то, сбросили, все смотрите, с вами будет то же самое. Это такой мощный элемент запугивания, что я бы специально сбросил бы эти кадры для того, чтобы в России их посмотрели. Но мне так кажется. Есть два момента, вообще, кстати говоря, я к вам очень уважительно отношусь и смотрю многие ваши эфиры, и мне тяжело с вами спорить, но у меня здесь есть принципиальный момент, который я хотел бы вам указать. Если бы эта история произошла со сливом, видеоархива пыток в январе и феврале 2021 года, когда Алексей Навальный вернулся в Россию, когда его задержали, когда еженедельно огромное количество людей выходили на акции протеста, когда были побоище, и были тысячи избитых, задержанных, и казалось, что вот еще неделя, другая, третья, и мы будем видеть то, что происходило летом 2020 года в Беларуси, например, тогда я бы понял целесообразность этого всего. Но нужно понимать, что тогда они забили народ дубинками, уже тогда. Тогда было огромное количество жесткого видео «не выходи, иначе тебя забьют», и самое главное, что весь этот протест сольют и скажут, а теперь мы будем ждать некого умного в кавычках голосования и до сентября никуда не выходим. То есть это все слилось, и не было никакой целесообразности, не было никакой протестной активности, большая часть оппозиции была нейтрализована. Алексей Навальный уже находился на тот момент в одном из учреждений ФСИН, и все, эта история была, зачем им это было делать? Это вот первый момент, то есть не тот момент они для этого выбрали. И второй момент. Здесь они, по сути дела, утратили секрет, ключ вот на той системе, которая у них десятилетиями работала. Я, чтобы было понятно, чтобы раскрыть пыточный конвейер в Саратовскую ТБ-1, я лично потратил 8 лет моей жизни. В 2013 году я возглавлял рабочую группу по защите прав заключенных при Госдуме. Ну так получилось, у нас был самый медийный, самый известный правозащитный проект. В Госдуме нужно был пиар ГУЛАГУНЕТ, а Осечкин принципиально хотел на уровне российского, пусть и марионеточного парламента, отражать в стенограммах Госдумы показания жертв пыток, родственников, убитых заключенных и тех, кто из системы увольняется и дает показания. И я вам скажу, что минимум с 2013 года мы 100% знали, что в Саратовской ОТБ-1 бьют, пытают и насилуют. На одном из заседаний, запись которого есть на нашем YouTube-канале, есть видео, в котором там принимает участие Марина Степанова, как я помню, вдова убитого, заключенного в Саратовской ОТБ-1, и Дмитрий Шадрин. Это действующий сотрудник Саратовской ОТБ-1, который пришел в эту больницу работать. Проработав один год, он понял, что это концлагерь, и он с риском для жизни приехал ко мне и дал под стенограмму в присутствии журналистов, прокуроров показания, что это самый настоящий пыточный конвейер, начальник которого бьет, пытает и насилует, и там людей убитых перепрятывают, переносят из одного помещения в другое, а там, где происходили пытки вплоть до убийства, замывается все хлором, чтобы скрыть следы. Он это все давал под стенограмму. И вот у нас на это ушло 8 лет. Они это максимально секретили. У них это им стоило огромных трудов блокировать все проверки правозащитников. То есть ФСБ, чтобы этот пыточный конвейер работал, они вербовали всех, следователей Следственного комитета, надзирающих прокуроров, ВОНК этих регионов, где пыточные, они вводили агентуру. То есть целые департаменты вот этой вот контрразведки ФСБ работали над тем, чтобы эти пыточные регионы скрыть и выдавать, как якобы, что там все по закону. То есть они снимали это все с одной целью, да, давайте подытожим, чтобы то ли в заточении, то ли, когда люди выйдут уже на свободу, их компрометировать и шантажировать этими видеоматериалами. Держать в узде до конца жизни. Да, совершенно верно. Чтобы эта флешка лежала в папке у ФСБшников, и чтобы они этого криминального лидера продвигали по вертикали от смотрящего в положенцы, от положенцев в воры в законе, с тем, чтобы он, в свою очередь, например, как один из воров, который в Мордовии сейчас сидит, у него прозвище Ева. Так вот, этот персонаж там сидит под контролем спецслужб в люксовых условиях более 10 лет, и при том, что Мордовская ветка объединяет 20 тысяч узников, и там огромное количество промзон, на которых генералы ФСБ и ФСИН зарабатывают миллиарды ежегодно, а люди там горбатятся по 12 часов без выходных, вот этот персонаж там блокирует любые акции протеста, если там какие-то мужички собираются на голодовку, то звонит вот этот Ева, который говорит, что давайте, вот слово вора, никакой акции протеста, иначе это якобы отразится на общем. И всё, и нет никакой голодовки, никаких акций протеста, если вы проанализируете СМИ, вы поймёте, что вот этот один подконтрольный ФСБ персонаж блокирует волю с учётом своего статуса десятков тысяч заключённых. И последний момент. А подконтрольный благодаря материалам, которые на него имеются, да? Да, конечно. Да, безусловно. И что касается последний момент этого архива, у нас сейчас, и нами это всё передано и следователям в ГААГУ, и в международные, во все организации, по сути дела, доказательная база о преступлениях против человечества и человечности, которые на протяжении более 6-7, а мы теперь понимаем, 10 лет спецслужбы Владимира Путина совершали в отношении россиян, порабощая, подавляя их волю и загоняя их вот в эту ситуацию, где они, ну действительно, большая часть людей испытывает животный страх. Если только машина ФСБ или МВД останавливается где-то на улице рядом с человеком, у человека сердце замирает, у любого, даже если он ничего плохого в жизни не совершал, или когда люди в глазок видят сотрудников МВД, у них сердце замирает, потому что они понимают, это не просто там сотрудники, которые там тебя могут увезти в какой-то кабинет, а это твоя дорога вот в этот вот ад с пытками и так далее. И, конечно, один процент, скажем так, вот из ста я ставлю на то, что это какая-то гигантская спецоперация, в ходе которой они контролировали, что вот дали возможность Сергею Савельеву вынести это, дали возможность покинуть территорию России для того, чтобы одни генералы сместили других генералов и так далее. Или дестабилизировали того же Путина, склонив его к каким-то решениям, которые он принял уже в 2022 году, будучи деморализован и будучи обескуражен, потому что, конечно, когда по всем телеканалам, во всем мире, в том числе, кстати говоря, и по российским, шли вот эти вот публикации, и вся страна, я сейчас про Россию, была взбудоражена этим сливом, конечно, образ самого главного защитника якобы консервативных и семейных ценностей, которые там называют Европу гееропой, противопоставляя Россию такую, как патриархат, конечно, там весь этот образ Путина был в конце 2021 года дискредитирован, разбит в клочья, потому что, но большая часть мужиков в России поняли, что Путин и его спецслужбы создали систему, в которой сами русские бьют, пытают, унасилуют русских, там россияне, россиян. Но это самая настоящая там садомия, извращение, самая высшая форма садизма, которую можно только представить в 2022 году, в 2021 году. По вашим прикидкам, какой процент сидящих людей в России подвергается изнасилованиям в тюрьме и в лагере? Здесь есть, знаете, как две части вопроса угрозе изнасилования и изнасилованию. Прямому изнасилованию подвергается, ну, наверное, около 1-2%. Большая часть соглашается на всё, что им предлагают оперативники, вот ещё на стадии, когда им просто на ноутбуке или на смартфоне показывают, что могут с ними сделать. Это, кстати, распространённая практика. У нас есть огромное количество заключённых, опрошенных, которые прямо рассказывали, когда вот они уже освобождались, кто-то покидал территорию России, они прямо открыто рассказывали нам, что приезжают оперативники из центрального аппарата, СИН или ФСБ, в кабинете буквально коротко показывают на экране вот такие кадры, которые мы показывали в прошлом году из пыточного архива. И просто задаётся вопрос, мы можем тебя сейчас этапировать в Красноярск, в Иркутске или в Саратов, или, пожалуйста, устрои какую-то там провокацию, подложи какой-то запрещённый предмет в, не знаю, в Робу Навального или Осечкину подбрось какой-то запрещённый предмет, потому что надо его посадить в штрафной изолятор или в помещение камерного типа или так далее. И всё. И люди соглашаются, они прекрасно понимают, что разговор здесь, спор бесполезен, и там никто тебе не поможет. Что меня потрясло? Картинки, как человек 10, наверное, псиновцев, голого человека, разложенного на столе или на лавке, бьют палками по пяткам, меняясь. Что это такое в 21 веке? Что происходит? Это вот одна из целей и задач оперативников, которые создают вот эти пыточные конвейеры, создают такие традиции, в которые они ввергают большую часть отдела безопасности, оперативного отдела, чтобы они все были замараны. С тем, чтобы вот якобы он там на три буквы послал начальника колонии, мы его должны наказать. Специально дают всем по два-три раза ударить, фиксируют сами же это на видеорегистратор, а потом они шантажируют, прекрасно понимая, что любая вот эта видеозапись дальше отправится Осечкину в ГУЛАГу, или там, неважно, в ФБК Навальному, будет опубликовано, и всё. Будет стопроцентное возбуждение дела, и будет там срок лишения свободы за превышение полномочий с применением насилия. Поэтому то, что мы видим конкретно происходило в Ярославской колонии номер один на том видео с Макаровым, это вот то, что как раз формирует круговую поруку среди садистов. Два, три, четыре садиста в руководстве приводят туда молодняк, неподготовленный, и дальше они постепенно в это втягиваются, считая это нормой и считая это своей работой, частью работы. Но если говорить конкретно про слив, который был по тому видео, у меня как раз есть информация, что на тот момент одна крупная компания привезла в Россию огромное количество устаревших китайских видеорегистраторов, и МВД отказалось осуществлять закупку. И коммерсанты остались, которые работали под крышей ФСБ без клиента, и дальше каким-то образом буквально в считанные недели произошел слив вот этих двух или трех эпизодов видео, и после вот этого скандала, который начался с публикации новой газеты, тут же руководство ФСИН приняло решение закупать новые тысячи видеорегистраторов, которые были успешно закуплены у этой компании, и закуплены с очень хорошей маржой, и вот эта ФСБшная крыша, которая курировала эту компанию, она на этом хорошо заработала, нажилась. И потом, более того, я вам скажу, они это использовали еще и во внешнеполитической истории, потому что об этом писала новая газета, главная оппозиционная российская газета, по этому факту проводили проверку сотрудники, члены Европейского комитета по предотвращению пыток, которые приехали в Россию, и вы удивитесь, но они составили очень лайтовый, позитивный для российских властей отчет, в котором они отразили, как Российская Федерация эффективно борется с пытками, что вот смотрите, его не убили, не изнасиловали, а просто по пяткам побили, и там больше десяти сотрудников оказались под стражей. Смотрите, как Россия сделала. И в этот самый момент, когда Европейский комитет по предотвращению пыток начал заигрывать в определенных реверансах с Российской Федерацией, мы теперь видим это по файлам, которые привез Савельев и по другим видеофайлам, что в это самое время в целом ряде других регионов людей жесточайшим образом били и пытали. Но отчет был позитивный. В Ярославской колонии побили по пяткам и посадили больше десяти сотрудников СИН. Смотрите, как Россия делает серьезные шаги на пути борьбы с пытками. А когда мы им в сентябре и в октябре в Страсбург отправили вот эти самые сотни гигабайт с указанием того, насколько там бесчеловечно людей бьют, пытают, насилуют, убивают, что это самое настоящее преступление против человечества и человечности, вместо этого они съездили в очередной раз в другие регионы, не заехав ни в Иркутск, ни в Саратов. И, в общем, время было упущено. А потом, через полгода, началась вот эта страшная подлая война. Какие самые страшные пытки в российской тюремной системе пенитенциарной применяются помимо тех, которые мы с вами уже обсудили? Я думаю, что, наверное, самое страшное, что я встречал из тех фактов, которые мы расследовали, есть два дела, каждый из которых я не могу воспринимать без слез и спокойно. Первая это история с Кижиком Андаром. Это Тувинец, который принимал участие в акции протеста против пыток в колонии номер 15 ГУФСИН по Иркутской области. Это было в апреле 2020 года. Тогда несколько сотрудников СИН избили несколько осужденных и большая часть осужденных пришли на плац протестовать. Туда приехал спецназ, их всех избили, половину из них раздели догола, связали, побросали в автозаки и увезли в Иркутские СИЗО-1 и СИЗО-6, где прошла команда вот этим капоразработчикам, садистам, зелёный свет. Делайте с ними всё, кроме трупов. То есть бейте, пытайте, насилуйте и так далее. И вот как раз 2020 год это пик пыток в Иркутском регионе и один из них, Тувинецкий Жик Андар, его закинули в пресс-хату, из него пытались выбить показания, чтобы он согласился, оговорил самого себя и других, а он ничего не говорил им вразумительного в ответ. И они его били несколько дней подряд в одной пресс-хате, потом перевели в другую пресс-хату, подвешивали его голову на решётку ногами вверх, головой вниз. И когда вот он после всех этих пыток не сломался и после актов вот этого насилия группового тоже не сломался, ему в задний проход вставили кипятильник. И вот он разорвался. Это представить, что это за люди, которые вставляют в живого человека кипятильник и подключают к розетке, я не могу, я вообще их людьми не могу признать. Но вот это была одна из самых страшных пыток с огромным увечьем, которое он пережил. Его после вот этого разрыва сотрудники ВСИН испугались, что это будет установлено судмедэкспертизой, и чтобы не дать ему умереть, они его всё-таки вызвали в скорую помощь, отвезли, его несколько раз оперировали, наши коллеги-адвокаты его защищали, мы добились ареста всех садистов, кто принимал в этом участие. Вот это конкретный факт, который невозможно было опровергнуть, это вот страшнейшее изнасилование, через которое он проходил. И трагедия в том, что он не понимал, чего от него хотят. Этот тувинец вырос в сельской местности, большую часть времени он провёл там с лошадьми, он знал только тувинский язык, он русский язык и знал очень-очень плохо. Он им не отвечал не потому, что он не хотел оговаривать себя, а он просто даже не понимал, что им нужно сказать, чтобы они остановились. Это вот этот первый факт, который я на всю жизнь запомнил. Кижик сейчас освободился недавно. Он выжил, всё нормально, да? Он пережил несколько страшных операций, больше полгода он ходил с колоприёмником, и у него кишки торчали из живота впереди с этим мешочком и так далее. Он пережил огромные муки и унижения, но тем не менее он не сломился. Плюс мы его старались поддержать максимально с адвокатами, и вот вплоть до освобождения его сопровождали, чтобы с ним ничего не сделали. И после освобождения тоже постарались, насколько мы можем поддержать его, помочь ему. И второй кейс, это вот здесь у меня как раз документы лежат, судебно-медицинская экспертиза, наверное, в вашем эфире не надо это показывать, она по страшным пыткам и убийству инженера и предпринимателя Валерия Анатольевича Пшеничного, которого арестовали в январе 2018 года, и уже через три недели он погиб в результате пыток в пресс-хате сезон номер 4 и УФСИН по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Валерия Анатольевича подвергли это человек в возрасте 56 лет, сильный богатырь, настоящий… Бизнесмен, серьезный, да? Да, сильный бизнесмен, человек, который занимался уникальными IT-разработками и 3D-моделированием разных судов, подводных лодок, танкеров, плавучей атомной электростанции. Это просто светлая голова, который просто принципиально отказался платить взятки ФСБшникам, платить откаты от государственных контрактов. И вот его специально запытали. Там огромное количество травм, которые можно перечислять, но этот человек подвергся и изнасилованием, и пыткам, и электротоком его пытали, и резали его, и пробивали ему, там ломали кости. Но это страшно. Это страшно. И чтобы было понятно, потом мы помогали его семье каким-то образом добиться справедливости, возбудить уголовные дела. И когда на семью уже начали оказывать давление, то вот и его вдова Наталья, и его сын Денис с семьёй, они покинули территорию России, и вот теперь они здесь живут, в Биарице, где я, мы дружим семьями, и Денис является неотъемлемой частью и ГУЛАГу нет, и Нью Диседенс Фундейшн. И мы до сих пор пытаемся по крупицам найти тех кураторов этих пыток из ФСБ и из ФСИН, кто это делали, потому что мы приблизительно уже понимаем, что это за исполнители, но вот кто отдавал приказы, сейчас мы идём как раз по следу и надеемся, что нам удастся в полном объёме раскрыть это страшное преступление. Вы знаете, конечно, кровь станет в жилах от вашего рассказа, от того, что вы рассказываете уже больше часа. Я вам задам очень важный для меня вопрос, он может быть для вас, как для русского человека, наверное, неприятным, но у нас же откровенный разговор. Да. Вы знаете, я когда маленький был ещё, я очень любил историю, интересовался, много читал и смотрел видео, что тогда было возможно смотреть, меня всегда поражало, как вот немцы, нация Гёте, Шиллера, Баха, Бетховена, Ницше, Канта, как немцы могли проявить такие жестокости во время Второй мировой войны, как можно было так людей пытать, травить газом в газовых камерах, резать, проводить опыты над детьми и так далее. Я не мог никак понять этого. Вот точно сейчас же я не могу понять, мы все не можем понять вот здесь, в Украине, вот русский народ, казалось бы, какая прекрасная русская культура. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Некрасов, Блок, Маяковский, да перечислять и перечислять. Великая культура, безусловно, великая. И вот к нам ни за что, ни про что пришла российская армия, которая принесла не просто смерти мирного населения, но принесла страдания и мучения простых людей. Вот откуда её выбивают российскую армию, там обязательно находят пыточные, там обязательно находят десятки, сотни людей, которых убивали со связанными сзади руками, над которыми издевались, опять изнасилования и женщины, мужчины, детей. Опять вот вся эта тюремная культура, вся эта ужасная история, она выплеснулась теперь в Украине. Скажите, пожалуйста, что сегодня представляет из себя глубинный российский народ, представители которого в огромном количестве пришли на территорию Украины показывать нам чуждые для нас образцы и быта, и поведения, больше ста тысяч уже убито, сколько искалеченных, россиян я имею в виду. Что это за глубинный такой российский народ и как тюремная субкультура повлияла на восприятие россиянами жизни? Это очень большой, объёмный вопрос. Ответ вряд ли будет очень таким лаконичным и коротким. Но прежде чем я отвечу на него, мне как человеку, который, несмотря на то, что я живу во Франции с 2015 года, несмотря на то, что я сам пострадал от этого режима, тем не менее, действительно, я по рождению, я русский человек. Я родился в России, в Самаре, и большая часть крови во мне это русского человека, хотя на 1,16 во мне украинская кровь, у меня бабушка Людмила Михайловна Олежка по маминой линии. Но тем не менее, при том, что я уже больше семи лет вне России, при том, что я, казалось бы, не плачу уже больше семи лет налоги в России и так далее, я очень глубоко чувствую ответственность, вот потому что я русский, за то, что Россия сейчас творит в Украине, за то огромное зло, которое Российская Федерация, вооружённые силы принесли в Украине. И я не хочу быть в ваших глазах и в глазах ваших уважаемых зрителей, хорошим русским или кем-то, я просто по-человечески хочу извиниться за то, что я вот причастен к тому миру, который принёс это зло и эту огромную боль в Украину. И чтобы вы понимали, начиная с 24 февраля, когда вот мы увидели первые ракеты, вот мы командой собрались, и я, и Дэн Пшеничный, и все остальные, и Серёга Савельев. И у нас был шок, и мы не понимали, как такое вообще возможно, вот как такое возможно. И мы дали слово, что мы будем делать всё возможное, что от нас зависит, вот наших скромных сил, чтобы, с одной стороны, как можно скорее остановить это зло и прекратить эту подлую войну, а с другой стороны, сделать всё возможное, оказать максимальное содействие Украине, чтобы все факты, которые нам становятся известны, жестокого обращения с украинскими военнопленными в российских учреждениях, в СИН, в этих нынешних концлагерях, жестокого обращения с украинцами на оккупированных территориях, в местах лишения свободы во время захвата, чтобы все эти факты были максимально задокументированы, раскрыты, а все виновные за это понесли наказание, как в рамках украинского национального законодательства и работы вашей правоохранительной системы. и здесь я уже как бы это не секрет, я, например, практически всю рабочую неделю мы провели в тесной работе совместно с представителями украинских правоохранительных органов, которые приезжали во Францию, и большая часть нашей команды и тех, кому мы помогали эвакуироваться, кроме одного не очень хорошего человека, мягко говоря, они все посетили посольство Украины и дали показания следователям, которые из Украины специально прилетели с тем, чтобы иметь возможность нашего содействия. Точно так же, как и в рамках работы следователей из ГАГИ, их международного расследования, мы точно так же оказываем содействие, передаем те материалы и документы, которые мы наработали благодаря сети наших источников в этом году. И еще вот у нас до конца года, я надеюсь, мы все-таки отправим еще жесткий диск комиссии ООН, которая тоже занимается расследованием военных преступлений и преступлений против человечества и человечности, которые совершены в Украине. То есть мы действительно принимаем деятельное участие в том, чтобы виновные понесли наказание. Но вы задали все-таки более широкий вопрос по поводу того, что же из себя представляет глубинный народ. Скажу честно, я в какой-то определенный момент оказался сильно деморализован, когда я в июне, в конце июня 2022 года узнал, что вот этот негодяй, мерзавец, террорист, путинский подлиз Евгений Пригожин рекрутирует осужденных, заключенных для отправки на войну. Для меня это было огромным шоком, потому что для меня заключенные, российские заключенные, это вот тот самый народ, который мы защищали от пыток, от издевательств, от изнасилований, кому мы помогали, на помощь, кому мы тратили огромное количество сил, времени и средств. И вот когда я узнал, что из российских тюрем люди, которые сами проходили через застенки, которые прекрасно понимают вот эти жестокие практики, какая-то часть из них соглашается ехать в Украину в качестве наемников, брать в руки оружие и стрелять, для меня был очень тяжелый момент принятия, и я вообще не верил и старался перепроверить эту информацию максимально тщательно, и вот потом мы это все опубликовали, так получилось, что мы стали первыми основными инсайдерами, которые разоблачили эту бесчеловечную схему. Так вот, отвечая на ваш вопрос и отвечая на мой собственный вопрос самому себе, как это стало возможным, я считаю, что нету единообразного, однородного какого-то понятия, вот, они и есть русский народ. Есть те в русском народе, которые бездумно, насмотревшись вот этой тупой пропаганды зомбоящика, находясь в каком-то маргинальном положении и с длительным сроком лишения свободы за какие-то страшные преступления, соглашаются идти на условия Пригожина и Путина и принимать участие военной агрессии. Есть вот эти люди, которых я хорошим словом никогда не назову, никогда им не подам руки и так далее. Есть то же самое время часть нашего народа, которая сидит также в застенках и которые отказываются принимать участие в вербовке, это большая часть заключённых, которые отказываются идти вместе с Пригожиным и которые понимают, что для них лучше остаться в этих пыточных застенках, где можно запросто потерять фалангу пальца, кисть руки или просто руку или глаз, работая на промзоне на устаревшем оборудовании, где можно запросто быть регулярно избитым спецназом, но не идти против Украины воевать. Есть какая-то часть тех, которые остаются в этих пыточных и не идут на войну, их большая часть всё-таки. Если мы говорим сейчас про заключённых, про тот народ, который я считаю теми, кого мы защищаем. Если мы берём людей на свободе в России, есть по моим ощущениям 5-10% людей, которые выходят на эти Путинги, митинги, которые оболванены пропагандой, людей, но то меньшинство, которое говорливое, громкое и создаёт иллюзию того, что якобы Путина поддерживает большинство, хотя его поддерживает не так много людей. Вот есть такая часть людей, есть большая часть людей, которые у себя на кухне очень осторожно друг другу говорят о недовольстве войной, недовольстве Путиным, недовольстве его олигархами, недовольстве пыточными тюрьмами, но они это говорят очень тихо на кухне. А когда они выходят на улицу и к ним подходит корреспондент госпропаганды и говорит, что вы скажете по поводу Владимира Путина? И этот же самый человек, прекрасно понимая, в какой стране он живёт, что если он сейчас скажет правду, завтра его уволят, уволят со всех позиций его детей, родителей, братьев, сестёр, и ему самому возможно подбросят наркотики или там труп какой-то или что-то такое с ним сделают. И поэтому те же самые люди, выходя на улицу, вот это такое управляемое большинство с помощью страха, они говорят о том, что они якобы всё поддерживают. А когда они приходят в квартиру и закрывают дверь, они вот так выдыхают и в душе, внутри, в узком кругу они с этим не согласны. И есть ещё одна группа, их тоже немного на самом деле, тех, которые, как Илья, Яшин, как Алексей Навальный, проявляют принципиальность, которые являются российской нынешней демократической оппозицией, но которые находятся в меньшинстве не потому, что их меньшинство, а потому, что на протяжении десятилетий, начиная с 90-х, российские спецслужбы, вот то наследие КГБ, которое стало ФСБ, с помощью различных оперативных комбинаций, компроматов, контрразведывательных каких-то мероприятий, они сепарируют в муку правозащитное сообщество, оппозицию, подбирают ко всем ключи, мониторят личные переписки и контакты и находят компроматы с помощью внебрачных связей, склонности к каким-то злоупотреблениям, наркотиками, алкоголем и так далее. Где-то совершил какое-то правонарушение, не в том месте дорогу перешёл, где-то какую-то маленькую взятку взял и берут всех на крючки. И здесь поэтому большая часть людей в России, как я вижу, это моё мнение, это не потому, что я русский, я хочу сегаинцам объяснить, что вы знаете, мы все бедные, несчастные под этим диктатом, но ни один другой народ в 21 веке не подвергался таким подлым, коварным спецоперациям и оперативным комбинациям как российский народ, как россияне. Ни в одной другой стране спецслужбы никогда не направляли всю свою мощь против общества, чтобы его взять под контроль. Поэтому, если хотите, вот такой это длинный, сложный ответ, есть одни маргиналы абсолютные, которые поддерживают и войну, и Путина, и так далее. Но эти же самые маргиналы спустя какое-то время, когда начнётся развенчание культа личности Путина, точно так же, как мы это видели в истории страны, развенчание культа личности Сталина, эти же самые, которые сегодня за него там готовы пасть, будут в первых рядах, они будут первыми, кто будет ходить, плевать ему на могилу, кто и так далее. Вот эти перевёртыши. Есть те большинство, которые находятся, не потому что они трусы, а потому что они действительно трезво оценивают, как работает система, и они оценивают эти риски. И они, опасаясь их, проявляют сейчас гражданскую бездействие и допускают, дают возможность какому-то меньшинству навязывать им правила игры, придумывать войны и так далее. И есть небольшая группа, которая сейчас ещё старается из последних уже сил сопротивляться этому режиму, но их на свободе становится всё меньше и меньше, и большая часть из них либо в тюрьме, либо уехали за границу и из-за границы пытаются что-то делать. Эта ситуация дикая, чудовищная, и, наверное, во многом мы сами виноваты, безусловно, мы виноваты и перед вами, дорогие уважаемые украинцы, и перед самими собой, потому что мы потеряли свою собственную страну, и потому что, ну, например, я-то был маленьким ещё подростком, но ведь, когда разваливался Советский Союз, большинство людей оказалось, они остались довольны тем, что памятник Дзержинскому свалили, а то, что осталось, это суперспецслужба с огромным количеством компроматом на них же, с огромным количеством тайной агентуры, с огромным количеством секретных, подлых, бесчеловечных методов, с помощью которых они людей вербуют и берут их под контроль, как и изнасилования, и компроматы, и другие какие-то вариации. Вот мы все допустили то, что мы сохранили тогда эту суперспецслужбу, ну, со знаком минус, безусловно, там злые гении, гении, но очень злые и очень подлые. Вот, поэтому здесь впереди, безусловно, там через какое-то время транзит власти, безусловно, и война прекратится, и, конечно же, кто бы из нас сейчас не называл себя хорошим русским или плохим, мы все будем принимать участие в выплатах, в репарациях, в восстановлении Украины, в оказании посильной помощи, возмещении ущерба. Но я надеюсь, что вот если мы там про всех русских, как бы говорим, про всех россиян, то в первую очередь нам просто нужно поумнеть и в следующий раз, когда появится вот эта вот форточка, окно возможностей изменений, трансформации самого государства, нужно не хлопать в ладоши радостно, свалив пару памятников, а нужно будет ликвидировать, упразднять ФСБ, нужно делать будет из Кремля и из Лубянки вот эти вот музеи тоталитаризма с тем, чтобы все последующие поколения туда приходили и видели эти ужасы, настоящие. И безусловно, конечно, нужно будет раскрывать все эти архивы, компромата и люстрировать всех, кто был так или иначе причастен в качестве сотрудников спецслужб либо их агентуры и помогал допускать то, что сейчас мы видим, то, что происходит и против россиян последние 20 лет, и то, что, к сожалению, в последнее время происходит, творится против Украины и украинцев. Владимир, я напоследок хочу вас поблагодарить. Во-первых, за вашу самоотверженную работу, за ваш труд, беспримерный труд. Вы взяли на себя очень серьёзную такую историю и с честью с ней справляетесь. И я хочу поблагодарить вас за очень интересное интервью, важное, на мой взгляд, где вы очень чётко расставили акценты и ответили на мои вопросы. Я всегда исхожу из того, что то, что интересно мне, наверняка будет интересно и нашим уважаемым зрителям. Спасибо вам большое ещё раз. Спасибо вам, спасибо всем, кто будет смотреть это видео. И я ещё раз, я от чистого сердца и отменяя всей нашей команды ГУЛАГу нет и Нью Дисенс Фундейшн. Я хочу пожелать Украине, конечно же, победы, восстановления целостности в целом территории страны и самые добрые пожелания. Самые добрые пожелания, сил, надежды и веры. И верьте, что по всему миру есть огромное количество русскоговорящих и русских, которые уехали не только в этом году, но и гораздо раньше из России, которые не хотят иметь ничего общего с путинским режимом, кроме того, чтобы быть свидетелями или потерпевшими на процессах, на судах, на трибуналах против Владимира Путина и его сообщников, этих вот садистов и коррупционеров, и коррумпированных генералов, СИН, ПСБ, Министерства обороны и так далее. И я не знаю, я сейчас живу в зоне риска, здесь, во Франции, под государственной защитой, возбуждено уголовное дело по покушению на меня, покушение, убийство планировалось на территории двух стран Испании и Франции. Предпринимаются достаточно серьёзные меры по защите, но я не знаю, буду ли я жив через полгода, через год или нет, потому что очевидно, что наша команда и я лично, мы являемся одной из главных целей для путинских спецслужб. Но пока жив я и пока наша команда работает, вот, по крайней мере, вместе со мной, мы будем делать всё возможное, чтобы помогать Украине и украинцам, и чтобы мы общими усилиями разоблачили и привлекли к ответственности диктатора Путина, ещё раз подчеркну, его сообщников, которых обязательно будет судить и международный трибунал. И со временем внутри России также будут их судить в национальные суды. Мы для этого будем делать всё возможное. Субтитры создавал DimaTorzok